Включить компьютер, выйти в интернет или попросту играть в компьютерные игры. Современному человеку все это кажется элементарным. А вот перейти с этим неведомым гением на «ты», будучи уже пожилым человеком, гораздо сложнее. И тем не менее, возможно. Пятый набор на курсы компьютерной грамотности для пенсионеров побил все рекорды. Изучить киберграмоту пожелали более 60 человек. Зачислить удалось только половину. Своими впечатлениями ученики поделились с Дарьей Самородовой. Еще неделю назад многие из них даже боялись подойти к компьютеру. Но все же интерес переборол страх. Заявки на обучение компьютерной грамотности подали 60 пенсионеров. 30 из них стали первыми слушателями курсов на базе Центра технического творчества. Учить пожилых людей, обращаться с техникой, пользоваться интернетом и работать с различными информационными носителями помогает городской совет ветеранов. Конечно, первый раз мы пришли, мы не знали, как даже держать мышку, куда ей двигать. Ну, будем надеяться на лучшее. Но на будущее учтем, что нужно все-таки побольше времени. То есть мы нажимаем на шиши и нажимаем за главный день. На своение компьютерной грамоты ученикам отводится 5-4-часовых занятий. Практика показывает, этого достаточно, чтобы научить человека самым элементарным навыкам. Скачивать фильмы, программы, общаться с родственниками и друзьями в социальных сетях, совершать покупки в интернет-магазинах. Сейчас это уже не кажется мне таким сложным, признается одна из учениц Татьяна Печенкина. Куда не коснешься, везде касается компьютера и интернета. Поэтому очень... Я вот, например, занимаюсь вышивкой иконы, а выписывать в интернет зайти я не умею выписать, чтобы наложенным платежом. Поэтому пришла сюда поучиться и потом, чтобы с собой никого не просить, самой заниматься. Преподаватели информационных технологий разработали для них специальную обучающую программу. Все, начиная от включения компьютера до правил поведения всемирной сети. Обучение проходит в двух группах, каждый из которых по 15 человек. И это только половина желающих. Интерес к современным технологиям растет, отмечает педагог дополнительного образования Наталья Поступинская. С ними интересно работать. Во-первых, это люди очень ответственные, серьезно подходят к занятиям. Им нравится, они хотят изучать что-то новое. По окончанию обучения выпускники получат сертификаты, подтверждающие их новый продвинутый статус. Пользователи персональных компьютеров, с которыми они теперь не просто знакомы, но еще общаются на «ты». Дарья Самородова, Максим Мячин. Программа «Время местное». Дарья Самородова, Максим Мячин.